У нас водоснабжение Бэкового трога не очень хорошая ситуация. Когда принимали тариф МУП «Вода», естественно, был занижен тот тариф на водоснабжение, который можно было получать денежки и обслуживать. И на сегодняшний день, когда посчитали стоимость тарифа «Водоканал», оно вообще-то выходит в пределах 40 рублей. Но так как у нас предельный индекс, допустимый индекс 2%, мы не можем больше 5-6% выставить. Но необходимости вот этого тарифа есть, потому что, ну, убыток работает. Если взять сравнение Натальинского муниципального образования с Бэкового трогом, у Натальинского муниципального образования много сетей, которые как бы не подлежат. А здесь же Бэкового троги много, как бы, намного худше состояние сетей, чем с другими-то районами, и словно, Горно-Балаково и Натальин. Вот поэтому и связано, что превышать надо. Ну, допустим, рамках допустимого. Ну, сразу вам скажу, бизнес, вот этот, так сказать, деятельность, восстановление в селе, сразу скажу, он многоданный, и он убыточный, и никогда там не будет ни одного бизнесмена, который бы взялся за это дело. На протяжении многих лет, это уже подтвердилось, было у нас и БПМК, и роды БРКС, были у ПАДА и любые другие организации, которые просто на просто, ну, уходили с этого рынка по одной простой причине, катастрофические и нехватные средства. Вот смотрите, это получается. Вот смотрите, следующая информация. Два года назад Водоканал эксплуатировал это все хозяйство. У нас был тариф порядка 30-90, где только 40-го рынка. То есть мы имели многое многое выхватки по городу. Дальше вот смотрите. И сегодня здесь есть вот Натальинское муниципальное образование, да? Вот поймите, что в бою, какая разница, бегом, что выхватки, которые вы имеете. У них тариф 51 работа, которые прошли, да? Два года назад Водоканале было почти 100, два года прошло, стало 30. То есть многих нет вообще никакой. В селе две беды. Это дефицит воды и качество воды. Это не только в Саратовской области, это везде по всей России. Как село, то две проблемы. Качество и дефицит воды. Вот на сегодняшний день Водоканал ставит единственную задачу перед собой с этим тарифом. Каким-то образом хотя бы оплатить основные, так сказать, платежи. Их три там. Зарплата, налоги и электроэнергию. Люди понимают, что с тем тарифом, который у нас был при рынководе, это убыточный. И мы не могли даже содержать не только что контролеров, но и машинистов по обслуживанию насосных установок. У нас возникали проблемы. Люди все понимают, что тариф нужен. Потому что два года назад у нас был тариф 38-39 даже с копейками. Вода в свое время не смогла защитить такой тариф. И был он опущен до 29 рублей. Мы провели встречи под протокол. И люди представили, что они готовы принять такой тариф, который был изначально озвучен Водоканалом. Поэтому люди все понимают и готовы платить, чтобы вовремя устранялись порывы, чтобы не было перебоев с водой, с подачей технической воды.